Григорий Петрович Данилевский. Княжна Тараканова. 1775-1776. Исторический роман. Часть первая. Дневник лейтенанта Концова. Немалейшего сумнения. Она авантюрьера. Письмо Екатерины Второй. Глава первая. Май 1775. Атлантический океан. Фрегат «Северный орел». Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный орел» за Гибралтаром. Он без руля. С частью оборванных парусов уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся? Что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать извиденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. О вас, нашедших, молю отправить по надписи. Боже, Вседержитель, дай памяти, умудри, облегчи болящую и стерзанную сомнениями душу. Я, моряк, Павел Евставич Концов, офицер флота Ее Величества, Всероссийской императрицы Екатерины Второй. Пять лет тому назад, Божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме. Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильины Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года, отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению. И мне, смиренному, удалось в то время, прикрывая брандеры, в темноте с корабля Януария, лично бросить во врага первый каленый брандскугель. От брандскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти и девяносто пушечных вражьих кораблей, фрегатов, галлюотов и галер, не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел воде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому свету посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки. Вручает слава ветвь, вручает ветвь Лаврову, «Кидающему смерть в турецкий флот Концову». Он и стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Маккензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генераль с адъютанты к самому победителю морских турецких сил при чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову. На службе мне везло. Жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей. Судьба отвернулась от меня. Статься может за поспешное, хотя вынужденное удаление с Родины. Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду французами, венецианами, испанцами и иных наций-людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый нежданный и тяжкий искус. Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте говаривал «Я так счастлив, так, как будто взяток и енох живой на небо». Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко с тех пор, как некогда пособил Екатеринев зайти на престол. Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году. Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес, что надо, на берег и переговорил. А на обратном пути в море нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались, наших матросов убили, я, тяжело раненый в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул. Во мне, хотя переодетым в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. Ну, когда знаются, думал я, что их пленник, тот самый лейтенант Концов, от бронскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под чесмой их главный адмиральский корабль, что станется тогда со мной? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!